О технологической эпохе я практически не буду говорить, потому что я не могу дать целостный анализ к этому феномену, но я буду говорить о философии сегодня, которая как раз таки это все сопровождает. Философские факультеты, конечно, закрывают. Их закрывают, вот недавно я в новости о том, что закрывают гуманитарные факультеты в Японии, в Южной Корее, вообще в Азии, это не только азиатские страны характеризуют, но наиболее эффективные технологические институты приводят к тому, что гуманитарии не востребуют. Мы постоянно об этом слышим, это для вас появляется новостью, а я попытаюсь сказать о том, почему все-таки их не закроют, по крайней мере, сейчас, при существующем порядке вещей, при существующих практиках нашего взаимодействия. На меня несколько слайдов, они не очень концептуальны, но вопрос у меня к вам такой. Что такое философия? Ну, может быть, кто-то может так что-то сказать? Ну, может быть, обывательство, скажем так, способ организации мышления. Способ организации мышления. Хорошо, а тут есть другой вариант, который вообще не противоположен этой позиции. Ну, в общем-то, что-то, что связано с мышлением, некоторая работа с собственным мышлением, но это очень похоже на логику, да, и мы не можем здесь тогда отличить философию от логики. А еще один вопрос. Как вы думаете, при чем здесь пират? Есть такая концепция, о которой говорил наш, в общем-то, ростовский философ, еще в 70-е годы, Петров, в двух фамилии Михаил Петров, он говорил о том, что философия возникает в древней Греции, когда греческие пираты, находясь в свободном пространстве, перебываясь на остров на другое, устанавливают торговые отношения, и именно это способствует возникновению философии. Я хочу сказать, что философия сегодня существует в нескольких видах. Когда мы говорим о философии, мы можем представлять себе философские факультеты и кафедры в университетах, мы можем представить философские центры в исследовательских институтах, это немножко другое, о нежной кафедре. Мы можем говорить о сугубой философской литературе, то есть о книгах, которые в книжных магазинах стоят там под знаками философии, это что-то очень сложное, и все это не читают, специализированная философская литература. И существует также философская массовая культура. Вот, в общем-то, Симпсон это философия, это выражение философской массовой культуры, это скорее выражение определенного способа познать, что есть философия, что есть критическая теория сегодня. Но философская массовая культура, у нее есть несколько признаков, как и у всякой массовой культуры. Но она коммерциализирована, она легко воспринимается, она не требует специальных знаний. Мы знаем с вами примеры, в общем-то, философской массовой культуры. Ну, это Лобита Матрица, потом, что еще, Павла Муэлью, ну, там все-все-все то, что о смысле жизни, о том, кто мы такие или не такие, и вообще зачем мы живем, и что в общем мире происходит. И существует такая иллюзия, что для того, чтобы быть философом, нужно обладать никакими специальными компетенциями. Ну, то есть, допустим, художник, для того, чтобы быть художником, он рисует, он должен это делать красиво и точно. Поэтому осуществляется критика современного искусства, потому что это можно нарисовать каждый. Чтобы быть врачом, нужно уметь, там, владеть скальпингом и так далее, и так далее. Что нужно, чтобы быть философом? А нужно просто, как я, выйти и наговорить некоторых слов. И вроде бы все нормально. Но, безусловно, это иллюзия. И для того, чтобы существовали философы, нужно знать историю философии, нужно знать специфику понятий, как они между собой связаны, как из одного понятия вытекает другое, и вообще почему мы все можем это отрицать с помощью других инструментов. Философию иногда рассматривают как разновидность литературы. И, между прочим, Нобелевскую премию за философские произведения также дают до Нобелевской премии по литературе, например, Анли Бергсон за работой «Творческая эволюция» получила Нобелевскую премию по литературе. Но философия отличается от искусства, религии и науки тем, что она опирается, собственно, на саму разум. Я также хочу сказать, что плотно определение философии, которую я придерживаюсь, философия – пространство установления истины, которые всегда имеют политическое измерение. Наше современное французский философ Алин Бабю говорит о том, что философия есть пространство установления истин. Философия не устанавливает истины, но организует пространство, в том числе пространство нашего разума, так, чтобы мы могли говорить об истине. И это платоновский идеал философии. А Лен Бадье вообще говорит о том, что вся история философии – это, в общем-то, беда. Она приводит философию к смерти. Но я с ним на себя ускорю и говорю, что философия – сегодня не политическое изменение, потому что философия обосновывает тот или иной существующий социальный порядок. В том числе Платон тоже это делал. Итак, сопутствующие вопросы. Умрет ли вообще философия? И какую функцию она сегодня помнит? Следующее, для чего нужна философия? Ну, я так тоже, конечно, сразу обозрела, что философия – это одна из практик критического мышления, обноватывая уже правила и их оценку для наших аргументов. В общем-то, я буду говорить, безусловно, только о специализированной философии, я не буду говорить о массовой философии, о других ее формах. Почему философия не умрет? Во-первых, мы находимся в всю ту же эпоху, всю ту же парадигму знаний, которые существуют со временем эпохи Просвещения. Ничего не изменилось. Мы точно так же задаем вопросы о субъекте познания, о том, как этот субъект познает истину, о том, что такое современность, находимся ли мы в эпохе постмодерной или еще находимся в модерне, как, возможно, коммуникативная рациональность. В общем-то, это набор вопросов, который, конечно, меняется, но не таким коренным образом, как, допустим, изменилась проблематика со времен античности или средневековой философии. Мы все еще находимся вот в этой области постановки проблем эпохи Просвещения. Мы еще задаемся вопросом о том, действительно ли мы Просвещены, действительно ли мы современные, или, может быть, мы вакторы. Мы находимся внутри европейской цивилизации, где философия всегда выполняла определенную связь между рациональностью и демократией. Если вы посмотрите на документы ЮНЕСКО, там развитие философии стоит одним из важных пунктов. В общем-то, философия должна существовать в обществе, потому что она способствует как раз-таки демократии. Можно сказать о том, что демократия является условием существования философии. Если вы вспомните примеры тоже вот фильмов, ну, допустим, какой-нибудь Облачный Атлас, когда все уже, в общем-то, не живые роботы, или Кинь-Дзадзад, тоже планета техногенная, или фильм Безумный Макс, что это общество, в котором действительно нет никакой философии, потому что там нет общества как такового. Это просто люди, которые удовлетворяют свои естественные потребности. Также сегодня сохраняется риторика и средство аргументации, логика используется для анализа истин, и пока существует софистика, Некоторая игра с истинами существует, полная ее противоположность. В этом смысле тоже мало что изменилось. И, наверное, самая главная экзистенциальная проблематика получает широкое распространение. То есть появляется специализированная литература на рубеже Дегнаслова-20 веков, которая направлена на то, чтобы говорить о том, для чего существует человек, в общем-то в чем смысл его жизни. С начала 20 века в философии появляется специфический анализ техники и цивилизации. Но мне, допустим, не очень импонировал Шпенгер с его анализом культур. Мне очень нравится позиция Ясперса и особенно Хайдеггера, которые пытаются понять, что происходит с человеком, когда он осознает свое положение в современной культуре. И Хайдеггер говорит о технике. И он говорит о том, что что такое вообще техника. Мы можем представить, что техника есть некоторый инструмент для изменения окружающего мира. С помощью техники мы что-то меняем. Но, однако, техника, и он берет здесь античное основание техники, понятие техны, он говорит о том, что техника есть некоторый способ установления истины. Что это значит? Это значит, что вещь не существовала, она была вне бытии. Так как, подобно тому, как мастер создает серебряную чашу, вещь обретает свое бытие с помощью искусства, с помощью деятельности мастера. И получается, что сегодня мы забыли о том, что техника есть еще и способ установления истины в таком буддийственном ключе. Мы забыли, что помимо воспроизведения и производства, поставленного на поток, когда человек сам становится вещью, существует произведение искусства и способ произведения истины. Вот здесь изображен Эри Игглтон. Это, в общем-то, наш современник, который работает в Великобритании. Он занимается филологией, литературоведением. В общем-то, занимается тоже вещами несовременными. И в 2015 году он указал статью, которая называется «Медленная смерть университета». Там он говорил о смерти классической литературы внутри университета. Но я думаю, что все эти характеристики мы можем применить и к философии, именно потому что в этом смысле гуманитарная дисциплина и философия выполняют одну и ту же функцию, вот эту саму практику гуманитического выживания. Эри Игглтон пишет, «Медленная смерть университета как центра гуманитарной критики происходит сейчас. Во всем мире критическая дистанция между университетом и обществом сегодня сократилась почти до нуля. А институты, произведшие на свет Эразмы Джона Мильтона, Эйнштейна и Монти Пайтон, капитулировали перед беспощадными приоритетами глобального капитализма». То есть все направлено на то, чтобы студенты видели результат своей деятельности непосредственно, обучались за год какому-то навыку, платили за это деньги, выходили, получали бухгалтерскую специализацию или производили какой-то непосредственный продукт и все. То есть никого не волнует то, как мы можем критически оценивать общество и вообще задавать обществу какие-то глобальные вопросы. Таким образом, я попытаюсь наставить позицию, что философия – это одна из практик критического мышления. Следующий слайд. Ну, что такое история философии? Здесь я тоже предлагаю смотреть на историю философии, как на процесс такой критики, теории, оправдывающего существующего порядка вещей. Здесь изобретена ситуация, вообще обожаю эту картинку с стилизацией, в общем-то, она напоминает, что сегодня философии можно представить как наших собеседников, и в общем-то, что действительно критическая анимация дает нам мощный инструмент для того, чтобы понимать, кто мы такие и в общем-то мы живем. А на этой картинке, в общем-то, изображен Платон и изображен Генштейн. Что-то там, якобы, Платон и Генштейн показывают, на что Генштейн замечает, например, классная утка. Но есть такое понятие, как утка-кролик, которая в этом Генштейн. Оно основано на то, что мы можем посмотреть на эту картинку, да, на тень, которая получилась. И нам покажется, что, может быть, это кролик, а может быть, это утка. Это иллюстрация того, что единой истины не существует. И вот эту функцию, которую выполняет философия, ее можно изобразить именно таким образом. Еще о том, что такое философия и назначение философского факультета. Цитата из Канта, 1798 год, и практически ничего не изменилось. В ученом сообществе в университете обязательно должен существовать еще один факультет, который, будучи в отношении своих учений, независимым от правительственных приказов, должен иметь свободу не отдавать распоряжение, а обсуждать все распоряжения, касающиеся интересов науки. То есть истинный, когда разум должен праве говорить публично, тогда как без всякой свободы истина, пуще об основном правительстве, никогда не станет известной. А ведь разум по своей природе способен и не принимает никаких приказов считать что-то истинным. То есть здесь речь идет о том, что Канг вообще пытается обосновать существование философского факультета, противоположностиологическому факультету, текст называется «Спор факультетов». В общем-то, Канг пытается показать, почему должен существовать именно философский факультет, который будет выполнять эту критическую функцию. И вот, в общем-то, если мы в этом новости, да, в истории философии, какое глобальное, мы можем поставить такой глобальный вопрос. Вот Олен Бадью, о котором я уже сказала, философский, говорит, что современное состояние философии постулирует ее смерть. Сами исторические исследования философии подвергают сомнению ее невременную сущность. И Олен Бадью придерживается позиции Платона, что философия — это такой способ постижения идей, вечных истин, которые не зависят от материального мира. И если мы занимаемся историей философии, значит, мы философию подбиваем. Но, безусловно, существует иная позиция истории философии, которая может быть представлена, например, исследованием Мишеля Фуко. То есть мы обращаем внимание на контекст возникновения философских идей. Мы подкрепляем свои исследования экономикой, социологией, филологией, истории. Сегодня это еще могут быть цифровые технологии. И в таком виде философия предстает как один из видов знания, которые мы можем эмпирическим образом познавать. В том числе используя этом арсенал больших данных, цифровых исследований. Таким образом, история философии — это тоже критическая теория. Обвинение против философии. Это тоже очень интересный пункт. Философия — это не инструмент против варварского жестокости и несправедливости. Это все было продемонстрировано в начале XX века, что происходило в обществе. Но уже было понятно, что современное общество после эпохи Просвещения варварство не избежало. Тому было подтверждение, конечно же, приход к власти нацистов в Германии. И получается, что сами ученые, сами философы задаются вопросом. Если мы в начале XIX века создали Гумбольдовский университет с идеалами человечности, с идеалами человека, который одухотворен, который развивается посредством философии, литературы и других дисциплин, как смогло там в той же самой Германии, где существовал этот Гумбольдовский университет, как могло осуществиться это современное варварство? Как человек может убивать другого человека? И, в общем-то, философов обвинили в том, что они не препятствовали никак нацизму. Это один из таких существенных вопросов, который тоже сейчас обсуждается. И это очень интересно. Хоргхаймер и Адорна, Франкфургская школа и политическая теория, как раз и говорит о том, что освещение вообще это миф. Мы находимся в состоянии мифологии, мы с помощью разума владеем природой, следовательно, и другими людьми, и сам разум есть инструмент господства. Получается таким образом, что философия никаким образом не может быть инструментом вводить варварство, влезлость и несправедливость. Философия не дает окончательных ответов на вопросы о смысле жизни. Но это действительно так. Нельзя прочитать там какую-то книгу, увидеть ответ и пойти счастливым, что теперь я все знаю, что я не знаю. И философия не погружает человеку состояния радости и эйфории, а наоборот погружает его состояние беспокойства и забойчивости. Но это, в общем, тоже пример Хайдекера, потому что вот именно человек, который радуется жизни, он, в общем-то, не понимает своего собственного состояния, он растворен среди других людей, он не понимает вообще того, что он конечен и смертен, непонятно вообще, чем он тогда занимается. А если человек занимается философией, то он, в общем-то, находится постоянно в этом состоянии ужаса, потому что он умрет, и он должен всегда помнить об этом. То есть никакого оптимизма. И получается таким образом, что есть серьезное обвинение против философии, и зачем она тогда нужна, если она вот таким негативным образом окрашивает ваше существование. Следующий слайд. Беспаленность философии. Тут нужно сказать, что о беспаленности философии говорят сами философы, а не только люди, которые стоят в вине философии. Примером тому может служить тот самый Биттгенштейн, который говорил о том, что потом ему показывают глазу в утку. В общем-то, в 1922 году Биттгенштейн пишет логика «Философский трактат», в котором он утверждает, что философия – это то вообще лестница, по которой нужно забраться и отбросить ее. Философия – это набор бессмысленных суждений. Ну, в общем-то, он говорит именно о метафизике. Философия может выполнить роль, только показать границу того, о чем можно говорить и о чем нельзя говорить. То есть мы можем говорить об объектах эмпирического мира, судить о мире, как это делает наука, но мы не можем говорить о том, существует ли наша душа, существует ли Бог или что-то другое, потому что это все. Просто набор бессмысленных предложений. Последователи Биттгенштейна говорят о том, что философы – это неудавшиеся музыканты. Было бы гораздо плодотворнее, если бы свои внутренние переживания они излагали через искусство, а не через псевдо-аргументированные суждения. Ну, это аргументы против философии, которые находятся внутри самой философии. Внешнее знание, то есть, например, техническое, инженерное, естественно, научное знание – это те аргументы мы можем противопоставить. Философия – это знание, которое не меняет реальность, не имеет практической значимости. Философия – это непосредственное изменение реальности. Уссоявшие идеи продолжают транслироваться. Зачем вам транслировать средневековую философию, да, если мы в 21-м веке живем? Невозможность верификации, ненаучные знания сосуществовали и непременемые позиции. Действительно, все это имеет место, однако можно тоже критически обвестись ко всему другому, потому что не всякое знание, которое существует в обществе, должно материальным образом общество менять саму действительность. Могут свои жизни продолжают транслироваться, потому что истины Блатуна всегда будут истинными, мы с ними спорим или не спорим. В общем, да, они могут инфекции, и никто не настаивает на научности и философии. Философия не может существовать в таком виде, как, допустим, естество знания, или какая-либо другая точная наука, как математика. И можно привести здесь цитату Стива Джобса в 2010 год. Для компании Apple практически на генетическом уровне недостаточно одной лишь технологии. Технология, сравнившаяся с искусством, с наукой о человеке, вот что приводит к результатам, от которых поймет душа. Но, собственно, безусловно, никакая техническая инновация сегодня невозможна без того, чтобы формировать потребности человека и понимать, как этот человек существует в современном мире. Сами технологии по себе ничего не значат. Следующий слой. Что такое смерть философии? Вот такая картинка, я пыталась озваворить философов в качестве зоны, потому что я подобное такое нашла, то есть они уже, есть наше современие, как, так и всего, слабые жижи. И все остальные, они, в общем-то, восстали и пытаются отстоять свою позицию. Я хочу сказать, что вопрос о смерти философии это дело сугубо философское, то есть это дело философа-профессионала, а вы никакие внешние философии, формы знания не должны специальным образом философию ограничивать в ходе ее смерти. То есть смерть философии – это историко-философский вопрос, и мне интересуют здесь два ракурса. Первый – это вот когда Алиан Бадюк говорит о том, что историцизм философии – это и есть ее убийство. А второй ракурс – это когда смерть философии иллюстрирует нам дисциплинарную специализацию философии и отказывает систему мыслей, которые были актуальны там, ну, в таком году, до 19-го века. Я вам уже приводила эти сюжеты, там, «Ублачный адвус», «Безумный Макс», «Кинза-Дза» – вот это и есть иллюстрация смерти философии в обществе, которое, в общем-то, лишено демократии, лишено вообще некоторых способов высказывать истину. И чем занимаются философы сегодня? В общем-то, философы сегодня, помимо того, что они занимаются старой логовой метафизикой, они занимаются анализом больших данных, искусственным интеллектом, исследованием науки и технологий, георетикой, нейроэтикой, проблемой совершенствования человека, антропологии и техника, и, в общем, всеми вопросами, которые говорят вам о том, что наша реальность немного изменилась. Могу привести в пример тоже современное течение, которое называется современной экспериментальной философией. Это целое движение философской американской мысли, которая использует методы экспериментальной философии для того, чтобы понять, экспериментальной психологии и социологии, для того, чтобы понять, как обычные люди анализируют философские категории, ну, в общем-то, чтобы понять, как функционирует обыденное сознание. Вот еще интересный сюжет. Понятие «постправда» удостоилось звания «Слова года» от редакции «Окспортского словаря». Что такое «постправда»? Это, в общем-то, истина становится непринципиальной и важной. Мы теперь находимся в эпоху такого информационного коллапса, когда мы оперируем некоторой правдой, которой они имеют на самом деле никакого обоснования. Разве это не является философским вопросом сегодня? И мне кажется, что здесь есть один такой интересный факт. Создается ощущение, будто бы философия заранее подготовилась к возникновению новых предметных областей и методов, подготовила ответы на все вопросы. То есть, в общем-то, получается так, что мы можем отрицать значимость древних философских понятий, но в то же время мы можем сегодня точно так же спорить с Платоном, как этот спор осуществлялся до нашей эры. Я еще хочу сказать, что очень интересны новые цифровые подходы к исследованию именно истории и философии. С помощью этих цифровых подходов мы можем обнаружить, что философия можем рассматривать с точки зрения эпиллического познания. Мы расширяем самую эпиллическую базу, говорим о контексте возникновения знания, выстраиваем более полную картину инстанциональных процессов. И получается, что философия жива сегодня в инстанционной форме. Платон для нас все так же актуален и невозможно на данный момент представить ситуацию, когда это все изменится. Потому что, как я уже сказала, все эти практики, аргументации, обоснования того, что мы называем вообще бытием, как мы понимаем то, что существует, то, что не существует. У нас нет сейчас инструмента, но мы можем, кроме того, чтобы вообще разрушить существующую цивилизацию, уничтожить человечество, и тогда действительно философия исчезнет. А на сегодня в этом смысле можно быть оптимистами, и никуда это знание не денется. Спасибо.